Долги муравленковцев по оплате коммунальных услуг составляют 107 миллионов рублей. В некоторых случаях снизить задолженность помогает коммунальный перерасчет. Повысить профессиональный уровень и проверить физическую подготовку. Среди подразделений муравленковского гарнизона пожарной части состояли соревнования по газодымозащитной службе. Программа обещает быть насыщенной. Муравленко готовится к празднованию Дня города и работников нефтяной и газовой промышленности. Имя гордится город. Доска почета в городском сквере, установленная в 2010 году, готовится к обновлению. По традиции перед Днем города здесь размещаются фотографии муравленковцев, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования. 25 фамилий утверждены постановлением городской администрации. Педагоги, нефтянники, врачи, предприниматели, люди разных профессий и должностей. Объединяет их одно – многолетний добросовестный труд на благо города. Открытие доски почета с новой галереей фотографий состоится в день города. Городская доска почета у нас сейчас находится на завершающем этапе. Осталось у нас сфотографировать несколько людей, которых мы поощряем в этом году таким видом, как размещаем их фотографии на городской доске почета. Так как отпускной период и летом достаточно сложно этот процесс у нас происходит. Но я так думаю, что недели через две уже все фотографии у нас будут готовы. И жители города смогут порадоваться за горожан, за друзей, своих коллег, которые фотографии украсят эту городскую доску почета. Отпускной период становится причиной роста долгов за жилищно-коммунальные услуги. Напомню, сегодня сумма неоплаченных счетов муравленковцами равна 107 миллионам рублей. Снизить задолженность населения в какой-то степени помогает перерасчет платы за неиспользованные услуги. Тема продолжит Анна Карамаврова. Во время отпускного периода многие муравленковцы предпочитают выезжать за пределы города. При этом некоторые из них продолжают оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. Сэкономить семейный бюджет помогает перерасчет холодного горячего водоснабжений, водоотведений и электроэнергии. Однако право на это имеют только те собственники, в квартирах которых не установлены индивидуальные приборы учета. По нормативу за месяц на каждого человека начисляется 9 кубов воды. Стоимость холодной 35 рублей 47 копеек. Горячий чуть более 98. Таким образом при осуществлении перерасчета семья из 4 человек сможет сэкономить около 5000 рублей. Процедура оформления перерасчета коммунальных услуг несложная. Достаточно написать заявление и предоставить документы, подтверждающие ваше отсутствие в городе. Документами могут быть праздные билеты, либо их копия, командировочное удостоверение, справки из органов, которые ответственны за регистрацию мест, где прибывают граждане. Перерасчет пласта производится пропорционально количеству дней временного отсутствия. Аналогичная ситуация обстоит и с перерасчетом за непотребленную электроэнергию. Но здесь заплатить за начисленные общедомовые нужды придется в любом случае. Все равно есть потребление индивидуального прибора учета. И согласно сейчас старых правил, у нас общедомовые нужды начисляются прямо пропорционально потреблению квартирного счетчика. И здесь от этого никуда не уйти, и у ДН мы не перерасчетом, перерасчетом не подлежит во время отсутствия. Перерасчет может быть осуществлен, если владелец квартиры отсутствовал дома в течение пяти дней. Денег на руки, конечно, не дадут, переплату зачтут в следующем месяце. Анна Карамаврова, Светлана Грачева, Михаил Муштареев, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Совсем скоро Муравленковцы отпразднуют День города и День работников нефтяной и газовой промышленности. Подготовкой праздника занимаются во всех структурных подразделениях Муравленко. Программа обещает быть насыщенной. Пожалуй, двумя уникальными мероприятиями можно назвать матчевую встречу ветеранов футбола Муравленко и спортсменов из московского клуба ветеранов столицы. Среди гостей матча участники Олимпийских игр, призеры первенства России и СССР. А на центральной улице города пройдет карнавал под названием «Город детства шагаем вместе». Подробности у Анастасии Поповой. Муравленко не единожды называли столицей ямальского футбола. Неспроста. У нашего города и стадион один из лучших в округе, и футболисты играют и выигрывают. Кубок губернатора, различные первенства и матчевые встречи. Не только молодежь гоняет мяч в периметре поля. Ветераны футбола достойно выступают и отстаивают честь города. В рамках празднования Дня города Муравленко планируется проведение матчевой встречи, товарищеской встречи по футболу между ветеранами города Муравленко и клубом ветеранов футбола столицы, город Москва. Как нам заявляют представители гостей, что в составе ветеранов из Москвы приедут к нам олимпийские чемпионы, участники олимпийских игр, чемпионы России, призеры, первенств России и СССР. Противостоять звездам отечественного футбола будут старожилы Муравленковского. К предстоящему матчу они готовятся основательно. Мне самому 48, я еще не останавливаюсь. Без спорта я не знаю. Я сам бегаю, мне нравится. Центральный нападающий сборной ветеранов Муравленко Дадаш Алиев уже 15 лет отстаивает честь города на футбольном поле. Три раза в неделю он посещает тренировки. Говорит, что соперники в этот раз очень серьезные. Мы когда были маленькие, лет 10-15, нам, мы всегда смотрели на них, знаете, как хотели их видеть, вот этого футболиста, да, ну как хотели на их место оставаться, ну чтобы были такие же мы тоже. Мы всегда смотрели по телевидению игры, да, ну вот, например, то футболисты, которые приедут сюда, да, мы хотели тогда еще видеть их. Ну хорошо, что судьба, что мы увидим 8 сентября у нас. Организационные вопросы, связанные с финансированием матча, решены. Осталось только утвердить список спортсменов футбольного клуба ветеранов столица. Они прибудут в Муравленко 8 сентября. Еще одно не менее яркое зрелище ждет муравленковцев 2 сентября на центральной улице города. Детский карнавал «Город детства. Шагаем вместе». Второй год будет проходить шествие, в котором принимают участие наши ребята со школ города. Но если в прошлом году задачей было показать разнообразие наших образовательных учреждений, то в этом году мы решаем задачу, которая стоит, наверное, перед всей страной. Эта задача называется «Год истории». И поэтому в шествии будут представлены 4 самые яркие эпохи. Это эпоха начала Руси, эпоха Петра I, эпоха 1812 года. И завершать будет шествие наша современная Россия. И в качестве, скажем так, иллюстрации этих эпох завершится шествие большими историческими картинками, которые будут продемонстрированы на большом стадионе ребятами. Костюмы для праздничного шествия готовят преподаватели образовательных учреждений города. В карнавале примут участие более 500 человек. Искушенному муравленковскому зрителю будет на что посмотреть. Анастасия Попова, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Повысить профессиональный уровень и проверить физическую подготовку. Сегодня среди подразделений Муравленковского гарнизона пожарной части состоялись соревнования по газо-дымозащитной службе. Выполняя упражнения, пожарным приходилось показывать свой профессионализм и мастерство в условиях, максимально приближенных к реальным. За ходом состязания следила и наша съемочная группа. Слово Денису Максимчуку. Первая часть соревнований прошла на территории 39-й, объектовой пожарной части. Здесь огнеборцы выполнили несколько упражнений. Развертывание отделения от пожарной автоцистерны с установкой на водоисточник, прокладку магистральной и рукавных линий и подачу их в окна учебной башни, эвакуацию пострадавших с верхних этажей. Еще три упражнения, звенья газо-дымозащитной службы, выполнили на территории тренировочного комплекса городской пожарной части. В первом огнеборцы поднимали пожарные рукава по стационарной лестнице на пятый этаж жилого дома. К выполнению следующего задания, проведение разведки в теплодымокамере, допускались команды, представители которых без ошибок решили теоретические задания. В данных соревнованиях мы выбираем лучшее звено газо-дымозащитной службы, так как служба ГДЗС у нас является основой при тушении пожара, спасению людей. Она применяется непосредственно для цели пожаротушения. Проверка аппаратов и команда готова отправиться в теплодымокамеру. В сильно задумленное помещение под цепочки заходит три человека. Четвертый остается на посту, поддерживает радиосвязь. При прохождении всех препятствий звено по рации дважды передает информацию, проверка связи и найден пострадавший. Его роль играет манекен. Все задания требуют большой выносливости, упорства и самобладания, так как максимально приближены к реальным условиям. К тому же определенные сложности добавляют то, что задания выполняются в полной боевой экипировке, касках и аппаратах защиты органов дыхания. Последним упражнением стало преодоление газо-дымозащитниками огневой полосы. Команда в полном составе проходит целый комплекс препятствий. Здесь бег и многочисленные подъемы и спуски. По итогам двух туров победителями стала команда звена газо-дымозащитников 40-й пожарной части. На втором месте представители 6-й пожарной части. Бронзу завоевала газо-дымозащитная служба 39-й части. Команде победителю предстоит отстаивать часть Муравленковской пожарной охраны на окружном уровне. Денис Максимчук, Михаил Муштариев, телерадиокомпания «Муравленка ТВ». Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы по материалам общественно-политической газеты «Наш город». В перспективе архитектурный облик города заметно преобразится. Объекты, которые планируются построить в ближайшие годы, будут отличаться оригинальным дизайном и индивидуальностью. Это придаст Муравленка неповторимую изюминку и еще более сделает его красивым и уютным. О том, какие сооружения планируются построить в нашем городе и как они будут выглядеть, выясняла Айгулик Тесамова. Они возводили наш город. Первопроходцы листают страницы своей памяти. В очередном номере газеты – воспоминания почетного гражданина города Муравленка, председателя исполкома Муравленковского сельского совета народных депутатов Александра Томашевского. Средь бела дня сотрудники ГИБДД попытались остановить микроавтобус, который двигался по одной из улиц города. Водитель не отреагировал. В результате выяснилось, что за рулем авто – пьяный человек. На днях корреспондент Татьяна Козырь побывала в ночном рейде с сотрудниками ДПС. Подробности в репортаже на 11-й странице еженедельника. Это были лишь выдержки издания. Подробности читайте на странице 32-го номера газеты от 10 августа. И на сегодня это все, о чем успели рассказать журналисты компании Муравленка ТВ. В четверг, 9 августа, в 19.30 на телеканале ТНТ состоится прямой эфир с директором филиала «Ямалкоммунэнерго» Александром Шаповаловым. Если у вас есть вопросы, касающиеся коммунальной сферы нашего города, звоните и принимайте участие в программе. А я на этом с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Далее вас ждет прогноз погоды. Не переключайтесь. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ В Аптеке всегда значительная экономия. Бережная аптека бережет здоровье, экономит деньги.